Добрый день, это программа «Петербург. Воскресенье». Меня зовут Иван Штейнер, ты рядом со мной, Сергей Кагермазов. Программу проводим мы, напротив нас сидит Андрей Замай, рэпер. Андрей, приветствую тебя. Здравствуйте всем, слушайте. Андрей, я начать хотел бы с того, перед программой я прочитал твой твиттер. Весь. Класс, все подписывайтесь, Замай 86. Там актуальное осмысление. Там много актуальных вещей, один из последних твитов был посвящен, у тебя это был точнее не твой твит, а ретвит, он был посвящен гибели российских журналистов в Центральной Африканской Республике. Не так давно, исполнился ровно год с того момента, как они погибли. Ты сам читал расследование про их гибель? Да, конечно, я полностью прочитал. И, в принципе, был и до этого знаком с общей картиной того, что произошло, какими-то такими общими вещами. Ну, я вообще, в принципе, политическими всеми новостями. Не то, что интересуюсь, я всю жизнь следил за всем и слушал радиоэх Москвы, когда в школе учился. Серьезно? То есть, я полноценна. Ситуация всегда. Ты же учился в Бишкеке, там ловит эхо Москвы? Да, конечно. Вы что, вас коллеги, мне кажется, должны за это распять, что вы не знаете. Конечно, эхо Москвы вещает много где. А тебе показалась убедительной версия, которая рассказывается в расследовании Центра Досье про журналистов? Мне показалось, что да. В принципе, там нисколько даже обвинения какие-то высказываются, сколько весь процесс того, как они проводили расследование, и все одно к другому. Если предполагать, что все, что там написано, это так и есть, то это так и есть. Все выводы, сделанные там, правдивы. Какие вообще у тебя появились мысли после того, как ты прочитал это расследование? Ну, то есть, ты захотел публично высказаться об этом, еще что-то сделать? Ну, мысли, безусловно, общие, как всегда, что никто из нас, и в первую очередь журналисты, не застрахован от того, что на них может оказываться давление, насилие проявляться по отношению к ним. И в первую очередь, что это ненормально. Окей, еще один твой ретвит, это сообщение Дональда Трампа. Наверное, помнишь, да, о чем оно? Дональд Трамп встречался с Канью Уэстом, американским исполнителем, и они обсуждали арест артиста Айса Прокки. Он попал в заключение в Швеции, по-моему. Дональд Трамп обещал помочь этому артисту вернуться домой, вызволить его на родину. А ты можешь себе представить, чтобы российские власти пытались отбить, например, какого-то рэп-сполнителя? Тимотю. Ну, Тимотю. Да, почему-то сразу, во-первых, в первую очередь, это такой несколько иронический ретвит, потому что он показывает, что посмотрите, в какое интересное время мы живем, когда президент большой страны говорит, что я общался с Канью Уэстом, тоже достаточно одиозным, но интересным рэпером, по поводу того, как мы можем вызволить еще одного рэпера Айса Прокки. И все это в онлайне происходит. И почему-то все, кто шутил на этот счет, что говорится про Тим, что если из русских, то это будет Тимоти. Ну, наши власти и президент в каких-то своих реакциях, отложенных через какое-то время, часто так или иначе затрагивают какие-то, реагируют на новости и события происходящие. Поэтому мы живем в такое время, когда все может быть, каждый может отреагировать на все. То есть, это такая общая уже, общий шоу-бизнес, что ли, можно сказать. Но за антихайп Путин бы не вступился, если что? Не знаю, думаю, нет. А чего? Думаю, не вступился. Ну, мы токсичные. Понятно. Потому что вступается же только за тех, кто, ну, так скажем, в русле. Ну, не то, что лоялен. Мне кажется, все люди лояльны своей стране. Нельзя разделять, что лоялен власти или лоялен... Вот я имел в виду лоялен власти. Ну, вступается же обычно за них. Ну, да, скорее вступается за тех, кто напрямую проявляет свою, как бы, патриотичность очень в таком ярко отрегулированном ключе. Я не думаю, что это искренне, вдруг это все искренне. Ну, может быть, может быть, но просто люди считают, что если ты любишь свою страну, то ты высказываешься вот только так. Другие высказывания, ну, невозможные или как-то... Смотри, еще один твой твит. У тебя вообще довольно много ироничных твитов. Кстати, почему ты их... И ретвиты тоже могут быть. И ретвитов, да. Почему ты их все капсом пишешь? Мой вопрос просто снял с языка. Да, ну... Это стиль такой? Мне кажется, твиттер достаточно такая истеричная соцсеть, где люди и очень часто высказывают свои мысли именно на какие-то животрепещущие... То есть обычно ты капсом не пишешь? В обычной жизни, когда вот мы разговариваем с вами, это сейчас не капсом. Это сейчас не капсом, это нормально. Ну вот, и так как твиттер, люди очень так часто кричат как будто, да, то мне кажется, что капс – это вот прям твиттер и есть. Ну, там многие до этого и до меня писали так, но их меньшинство. Ну, капс – это круто, да. Так вот, у тебя много ироничных твитов, не знаю, один это из них или нет, буквально цитирую. Чиновники разворовывают и продают нашу страну, а взамен предлагают обыски и аресты. В то же время ты пишешь, что и на тебя, как на других музыкантов, могут возбудить уголовное дело за тексты твоих песен. Сколько в этом твите иронии? Или это вообще нет иронии? Нет никакой иронии, потому что там все правда, на мои тексты там снова жалуются какие-то люди, и я уверен, что и на других музыкантов, рэперов, продолжают какое-то количество людей, продолжают свои вот эти практики, не знаю, можно ли назвать это доносом или клеветой. Ну, а что это, если не донос? Да, они пытаются, ну, я не знаю, это все-таки юридический термин донос. Содействие МВД. Ну, да, то есть продолжают вот эту культурную работу по осмыслению наших текстов, выискивания там чего-то неправильного, и МВД занимается тем, что рассматривает это, а не занимается тем, что они должны. Я уточню, да, в прошлом году как раз самый крупный такой донос на тексты твои, Гнойного, и все это закончилось, я так понимаю, ничем? Ну, ничем, да. Из-за смягчения статьи. Я думаю, что это закончилось ничем, в том числе из-за какого-то общего шума. Думаю, что каждая жалоба, она в каком-то, она разные причины имеет, поэтому что-то вперед продвигается, а что-то нет. Возможно, кому-то там дали по шапке, они перестали в ту сторону копать, а кто-то на кого-то там обиделся, поэтому по поводу наших проверок, да, вроде там все забуксовало, но в то же время нам полноценного ответа не могут дать, хотя мы заинтересованная сторона. Нам говорят, что ну вот не вы жаловались, поэтому мы там кому-то там, кто жаловался, ответили, а вам мы не можем сказать, хотя вроде как обязаны, вот и все. А сейчас снова там какие-то определенные сигналы поступают от того, что тоже кто-то там жалуется, и кто-то там кому-то что-то звонит и спрашивает. Раз мы начали уже про вот такую тему давления на артистов, на музыкантов, не так давно запрещали ряд концертов, рэп-исполнителей, там хаски запрещали, многие... Френд-зону запрещали. Френд-зону, да, они, наверное, не рэп-исполнители, хотя... Ну, скажем так, это у нас общая субкультура, некая такая, молодежная музыка. Не столь важно, рэпы не исполнители или нет, в общем, их концерты запрещали. Поэтому я написал музыкантов, а не только рэперов. Да, многие артисты тогда выступили в их поддержку, там, и Фейс тот же выступал в их поддержку. А вот каково твое отношение было к этому? Ты готов был вписаться как-то? Или вписывался, может? Может, мы пропустили? Безусловно, да. Я думаю, что любой исполнитель, нормальный человек впишется за такое, потому что ничем не мотивированные. Эти запреты, проверки, они просто какая-то симуляция кипучей деятельности, вредящая, в первую очередь, тем людям, кто этим занимается. Потому что они выращивают недоверие в свою сторону, и люди озлобляются, и вообще нет никаких причин. Люди ничего не разжигают. И те, даже основная часть людей, на чье творчество жалуются, они даже никого не оскорбляют. Например, мы там, на нас можно как-то обидеться. Но эти люди ничего не делают. И по поводу чего там проверки возникают, непонятно. А сколько ты политически активный человек? Вот по твиттеру очень, по творчеству кажется, нет. По крайней мере, в последнее время твой твиттер прям наполнен разными политическими вещами. Это так в последнее время или нет? Ну, как я уже сказал в самом начале, я всегда интересовался жизнью в общем, и политикой, как ее составной частью. Я не могу сказать, что в последнее время или не последнее время, так или иначе, все проникает. Просто в творчестве... Мне не нравится прямое высказывание именно в творчестве, в песнях. Потому что оно как-то немножко банально выглядит. Это все-таки не газета, это произведение искусства. Там мысли преломляться должны на мой вкус, на мои какие-то эстетические воззрения. Вот. Поэтому, возможно, какие-то всплески того повестки, на что мне показалось нужным отреагировать, или какие-то еще вещи. Продолжаем. Еще вопрос в завершении. Можем увидеть тебя на митинге каком-нибудь, теоретически? На какой митинг ты последний раз ходил? Безусловно, любого человека. То есть, у нас воспринимается, как будто поход на митинг – это некое геройство. Это должно быть чем-то обычным. И, в принципе, вопрос того, кто пойдет на митинг, это просто должен быть по желанию, по естественному событию. Ну, твой последний митинг где-то был? Ну, я не хожу на митинги, потому что… Хотя я могу представить, что я могу туда пойти. Не хожу на митинги, потому что не очень люблю большое столпотворение людей. Ну, и по каким-то… Не люблю, в общем, я много людей. Может быть, петицию подписал какую-нибудь в интернете? Ну, я подписываю. Например? Что тебя волновало? Там какие-нибудь леса вот горят, не знаю. Слушайте, про леса не подписывал, но постоянно… По лесам все и так понятно, можно без петиции. Да, по лесам понятно, леса горят. Я даже не помню, какие я подписывал петиции, потому что я подписываю. Я, ну, не знаю, важно это или не важно, я подписываю, поэтому, если это важно, чтобы было какое-то количество, критическая масса этих подписей, я ставлю свою подпись всегда. Вот ты сказал, что не любишь прямо высказываться о каких-то политических процессах. В какой-то части. Где-то это бывает уместным иногда, на контрасте это должно работать. Вот не так давно рэпер Фейс написал откровенно протестный такой оппозиционный альбом. Я так понял, что вот в рэп-среде он не особо зашел, да? Ну, потому что, мне кажется, очень странным, когда человек в своем прошлом творчестве высказывал некие вещи того, что он сам вершит правосудие или так далее. То есть, там, кто не прав, там он там лицо поломает. А тут он выступает с такими заявлениями. Профи не договорит. Да, что там кто-то там ломает судьбы, хотя он сам практикует такое. И последнее его заявление о том, что ему неважно, кто будет править. Да, он в инстаграме написал. Да, он считает, что его все будут обманывать. Говорит о том, что, ну, недоверие какое-то возникает. То есть, каста выглядят последовательно своими скрепами, вот треком там. Ну, я думаю, что, безусловно, позиция группы каста более... Более понятная, да, внятная. Более внятная, понятная, и это не на каком-то моменте. То есть, тоже Фейса я бы не стал обвинять в том, что он хочет, скажем так, все всегда ищут, как будто человек хочет хайпануть. Я не знаю, но вообще это выглядит лицемерно, потому что он говорит одно и считает, что он тут может высказываться, это якобы свобода слова, а когда он нападает на людей, кто его оскорбил, по-своему решает, так сказать, в стиле 90-х годов, это тоже нормально. То есть, он в этом противоречии не видит, я вижу. В одном из интервью ты говоришь, что ты не цитирую «Мамкин революционер», в другом интервью ты говоришь, что либералы, в частности наши коллеги-журналисты, продают протест. А что значит, с твоей точки зрения, продавать протесты и кто такой «Мамкин революционер»? Не знаю, там должен быть контекст, я не помню, что значит «Мамкин революционер». Это на «The Flow» было твое интервью, ему пару лет уже, и они тебя спрашивали про протест в рэпе, и на это ты ответил, что… Ну, возможно, «Мамкин революционер» – это человек, кто не протестовал, не протестовал, вдруг стал протестовать. Просто потому, что это модно или же типа… Ну, скажем так, потому что это вдруг почему-то его ударило, хотя это нормально, кажется, это непоследовательно. Ну, а в кавычках либералы продают протест, скажем, многие, я не буду говорить по именам, но какие-то либеральные деятельные, замеченные, так сказать, в кооперации с теми людьми, против которых они выступают. Вот это я видел, какие-то такие вещи, иногда кажутся странными. Ты ходишь на выборы? Да. Постоянно, регулярно или так? Нет, не постоянно. А что тебя зовет иногда к избирательному участку? Ну, зовет иногда, ну, какое-то желание сходить, не знаю, это сумма факторов. Просто желание, то есть, нет, что для тебя там важнее президентские или думские выборы? Нет, я думаю, что в первую очередь самыми важными выборами должны быть локальные выборы. То есть, муниципальные? Да, типа муниципальных. Ты интересуешься, вот как раз сейчас идет кампания муниципальная в Петербурге? Ну, только губернаторская. То есть, это то, что я видел. Кстати, как у тебя губернаторская кампания? Вот человек, может быть, со стороны. Ну, плохая, плохая. Почему плохая? Ну, как-то все очень некрасиво сделано. А что тебе не нравится? Например? Да, в общем, все как-то без выбора. То есть, ты считаешь, что это отсутствие конкуренции? Ну, как-то очень все грубо. И кандидаты представленные, они невнятно говорят. И, в принципе, мне кажется, кандидаты эти города Петербургу не соответствуют. А есть твой кандидат, которого не допустили через муниципальную в Петербурге? Слушайте, нет, не знаю такого, не слышал, к сожалению. Я бы хотел. А можешь его описать не по фамилии, а вот образ создать? Что он должен пропагандировать? Сказать, быть кем? Он должен говорить, что Петербург должен быть вот каким? Ну, слушайте, я думаю, что в первую очередь должен быть интеллигентный человек на самом деле. И человек, который бы сказал, что за последнее время Петербург деградировал или как минимум не развивается, у него нет каких-то так называемых драйверов роста или чего-то нового, что здесь могло бы быть. Относительно Петербурга – это второй город, это большая такая, это избита культурная столица, но это важный город, европейский город. И это второй город в стране, но он не выглядит, как второй город в стране. Ну, как твой трек после Европы, по-моему. Ну, как бы, то есть Петербург вывозит всем своим культурным центром историческим, да, но больше ничего предложить не может. Ты живешь в городе 9 лет, и вот за эти 9 лет ты не увидел какого-то прогресса, да, чтобы город становился лучше. Ну, это неформально, что построили много новых новостроек, и где-то стал… Ну, это не факт, что это лучше, когда строят много новостроек. Ну, то есть, да, ну, это лучше для кого-то, люди получили жилье, они въехали, они там живут, им нравится, то есть тут… Ну, просто нравится. Но, по крайней мере, дискуссии на это еще нет, должна быть дискуссия какая-то общественная, как, что должно развиваться, ее, в принципе, не существует, нет механизмов того, как это должно быть. Ну, наверное, мне кажется, он стал более отреставрированным, что-то все-таки чинят постоянно. Ну, фасады там… Мы ездим, видим, да, что-то перекладывают бесконечный раз, может быть, даже глупо делают, но как-то, в общем, не ощущается. Именно с точки зрения городских властей андеграундная культура существует, там много рэперов живет, там какой-то, скажем так, условный батл-рэп, там еще что-то, какая-то параллельная музыка существует сама, а от властей как-то непонятно. Я как раз хотел спросить про это, вот в Петербурге много блогеров, много рэперов, там, я не знаю, какие-то художники всякие, по краслампасы, известные на всю страну, в общем, деятели искусства. Как ты думаешь, почему именно в Петербурге сложилась такая атмосфера? Вот почему, например, ты, когда переезжал, поехал не в Москву, а в Петербург? Почему? Ну, наверное, я переезжал слишком издалека, и так чисто по бытовому мне нужно было получить гражданство, тут у меня были какие-то знакомые, где бы я просто чисто формально мог там зарегистрироваться, подать документы на гражданство и так далее. Вот, поэтому я переехал в Петербург, ну и Москва оказалась какой-то слишком большой, слишком... Тебе не нравится Москва? Мне нравится Москва, хороший город, я там нечасто бываю, но хейта к Москве я вообще никакого не испытывал, отличный город, ну, не знаю, там бы, наверное, жить я не хотел. Ну, слишком большое, скажем так. Думаю, города должны быть поменьше. У тебя поступали предложения политические какие-нибудь, записать трек там в пользу кого-то, высказаться в пользу кого-то и прочее? Нет, нет, к сожалению. К сожалению? К сожалению, это была бы хорошая шутка. А? Можно обыграть очень круто. Это очень, так, по-панковски. Твой последний альбом, Prima Europeo, он недавно буквально вышел. А почему тебя вообще... Чем тебя привлекла вот эстетика возрождения европейской? Ты, может, ты съездил туда или посмотрел, и тебя так понравилось? Слушайте, ну, у нас мы вот с моим другом Виктором из Деск, мы этот альбом записывали, мы его записывали там в городе Ливорно. А, то есть вы и записывали его в городе Ливорно? Да, мы даже его там. Ну, мы просто решили, у нас там товарищ недалеко живет, мы к нему в гости поехали, и решили параллельно что-то записать. Ну, и мы записали какой-то материал, и как бы логично его было назвать, так мы его назвали. Ну, то есть не прикручивая специально какие-то концепции, как-то отталкиваясь от какого-то такого чувства, энергии. Часто бываешь за границей? Ну, мне 32 года, до 27 лет я ни разу не был за границей. То есть не так давно начал относительно. Да, ну, я бываю по мере возможностей, что-то я... А где тебе больше всего нравится? И где побывал? Больше всего мне нравится в Петербурге. Так. Это хороший европейский город, большой. Ну, я много где был, ну, много в Европе, там, каких-то относительно, в самых больших городах я, наверное, почти всех был. Но вернулся бы в какой город Европы? Кроме того, что очень сложно так судить, потому что все равно, как бы человек, когда путешествует, ну, как турист путешествует, это сложно понять по-другому. Это короткое время, ты видишь только, наверное, самое хорошее, без каких-то внутренних нюансов. Мысли об эмиграции когда-нибудь посещали тебя? Ну, иногда, конечно, хочется скрыться где-то, чтобы все отстали и не доставали. Не внутренние эмиграции. Да, вот. Ну, не знаю, я говорил уже про это, что, мне кажется, человека, сочиняющего, даже больше такие мысли, возможность этих мыслей выше возникновения, но потом оно как бы уходит. Мне кажется, у каждого человека есть такие. Каждый человек хочет переехать в какой-то другой город. Это, в общем, какая-то такая, наверное, примета современная. И, в принципе, это же не так страшная эмиграция. Сейчас нет железного занавеса. Люди могут уехать, попробовать. Ну, и как-то если они могут... Допустим, Акунин переехал, живет сейчас, по-моему, в Великобритании. И пишет, а твоя муза бы зачахла без России? Слушайте, вот многие говорят, что Пушкин должен был уехать бы. Возможно, больше. Не уехал, да, и как бы сгубили. Вот тут сгубили его в России, да. То есть, он вел себя так очень истерично, потому что как-то не находил... Мне нравятся параллели. Выхода своей. Да, это не параллели меня и Пушкина. Это как бы просто, если убрать пафос от Пушкина, это просто человек сочиняющий, творческий человек, да. В общем, ну, я думаю, что всегда должна быть возможность у человека как-то поменять что-то и вернуться снова. Мы сейчас прервемся ненадолго, и потом продолжим через несколько минут. Хорошо. Ничего сразу. Давайте начинай тогда. Здравствуйте, в эфире Петербург Воскресенье. В студии Сергей Кагермазов, Иван Штейнард. И наш гость Андрей Замай, рэпер, он же Хан Замай. Андрей Андреевич Замай. Как представил его Андрей Андреевич Хан Замай. Андрей Андреевич Хай Замай. Это Швыткой, да, так на телеканале Культура представил? А я вообще понял так, что телеканал Культура твой любимый, да? Да, я всегда, ну, не так часто, не так много в течение своей жизни, но относительно постоянно смотрел телеканал Культура, потому что это тот, так сказать, преднастроенный контент, который мне интересен. А какими СМИ ты вообще пользуешься? Что ты читаешь в своей обычной жизни и где? В соцсетях, в Твиттере? Ну, какие-то обычные. Я думаю, сейчас такое время, когда ты зайдешь в любую соцсеть, и новость тебя настигнет в том или ином виде. Вопрос, на что ты подписан, и в каком виде она тебя настигнет. Да даже от ретвита друзей твоих, да? То есть, можно, в принципе, сидеть только в Твиттере сейчас, мне кажется, и новость тебя настигнет. Но фейк-ньюс может настигнуть. Ну, вот вопрос, как выстроил ты свою... Ну, я различаю фейк-ньюс, а не фейк-ньюс. Мне кажется, там все понятно, когда... А как ты выстроил свою ленту? Ну, я никак не выстроил свою ленту, просто я подписан на тех моих товарищей, друзей, и людей, которые мне интересны, и оттуда оно возникает. Ну, и также, конечно, там какие-нибудь Рео Новости смотрю, или Медузу, там, скажем, какие-то телеграм-каналы, там, Олег Кашин всегда что-то репостит интересное. И с параллельной вселенной. И с параллельной. Ты бываешь в Бишкеке на родине у себя? Ну, год назад был. И как там? Много домов построили. Помимо этого. Ну, в смысле, вот ты сейчас живешь в России. Президенты предыдущего пытаются засудить. Пытаются, да, пытаются. Ну, как тебе вообще обстановка в Киргизии? Ну, наверное, все-таки я чуть-чуть оторвался, не могу понять. Обстановка какая-то бытовая или политическая? Нет, скорее политическая интересует. Ну, политическая, мне кажется, все то же самое, что началось там с революции первой в 2005 году, какие-то политические вот эти скандалы одних с другими, какие-то там процессы садят кого-то, выпускают обратно. А вот сравнили с Россией, с твоим знанием о российской повестке и Киргизии. Где лучше, в чем хуже? Двигаемся ли мы туда, они двигаются к нам? Слушайте, вопрос, можем ли мы сравнивать? Во всем Кыргызстане живет 6 миллионов человек. В Санкт-Петербурге живет 5. 5 и 1-2, да? Вот поэтому, наверное, невозможно переложить так или иначе. Ну, какая-то активность там, наверное, выше политическая. В Киргизии выше то, что там меняется. Да вообще Киргизия всегда считалась островком демократии в Средней Азии, да? Ну, относительно авторитарных режимов вокруг, там, безусловно, демократичнее. Но я думаю, что политики там просто представляют некие кланы, которые между собой выясняют отношения. Вопрос, это лучше, чем ничего? Наверное. Но тоже не идеал. Родиной ты считаешь, какую для себя страну? Вот Россию или Киргизию все-таки? Слушайте, хороший вопрос. Я думаю, что родина для меня русский язык в первую очередь. Я родился в Советском Союзе. А в Бишкеке все по-русски, да, говорят? Ну, да, большинство, наверное, там русскоязычных. Нам преподавали киргизский язык в школе, но когда язык не очень, ну, полноценно не используется, все-таки это такое очень абстрактное преподавание. И, к сожалению, я не знаю, наверное, полноценно киргизского. Ну, не знаю. Вот. И родиной сложно. Я родился в Советском Союзе. Большую часть своей жизни на данный момент я прожил в независимой Киргизии, но я разговаривал на русском языке, этнически я чистый украинец, поэтому, наверное, сложно. У тебя украинская фамилия? Да, Замай – это украинская фамилия. Наверное, сложно. Вообще понятие родины, что значит родина, это как бы сложно. Если я родился в Советском Союзе, и единственный правоприемник Советского Союза является Российская Федерация, ну, наверное, Российская Федерация – родина моя, да? Ну, это все сложно. Я думаю, что это все очень условно. Какая-то культурная общность должна быть родиной, а не какие-то территориальные границы. Кстати, а как киргизская сцена выглядит? Рэп-сцена. Там есть рэперы вообще? Следишь? И знают ли тебя там? Ну, я думаю, меня, безусловно, там знают. Возможно, не так много людей, как здесь. Там развивается потихоньку, но проблема в том, что развиваться там некуда, скажем. Республика маленькая, там люди все, что могут, они могут. Бишкеки их уже все узнают дальше. Ну, как-то там все всегда происходит такими волнами и спадами. То есть какие-то там 3-4 года, когда все развивается, потом нет ничего, потом кто-то новый появляется. А те… Все, мне кажется, на одинаковом уровне держатся. Ну, вот как-то так вот. Одинаковые, одинаковые. То есть новые возникают, старые уходят, и общая масса, так сказать, этих корпуса текстов или производимого материала, наверное, одинаковые остается. Издание «The Flow», о котором мы уже упоминали, несколько лет назад называло тебя самым ненавидимым рэпером России. Да, это так было. Тебя действительно кто-то за что-то ненавидит? Это журналисты так придумали просто. Ну, наверное, все-таки это громкий заголовок, да, мы не можем… Один из, допустим. Да, да, один из точных. А почему тебя ненавидят? Ну, как была какая-то критическая масса событий, которая привлекла на меня такое внимание. Например? Там первое это было, когда я с Юрием Хованским поругался. А ты и с ним успел поругаться, я как-то пропустил это. Да, да, это было давно. Прям там люди набегали тысячами, спамили и так далее. Вторая, наверное, когда с Юрием Дудем поругался. Вторая, когда с Юрием Дудем… Тебя на Юриев везет вообще. На Юриев, да, с Юрием Дудем тоже там меня весь интернет стал ненавидеть и так далее. А ты можешь объяснить, в чем была вообще причина конфликта с Юрием Дудем? Вот ты говорил, что он попс. Ну, Юрий Дудти мне не очень близок, потому что он достаточно банален в своих каких-то там оценках. То есть, он слишком восторженно подходит к чему-то очень часто неоднозначному. И в то же время он все, что в его парадигму вкусов не вписывается, считает плохим. То есть, причем достаточно агрессивно считает плохим. Если мне что-то не нравится, я могу, конечно, что-то высказать, но, во-первых, я высказываюсь о своих коллегах по цеху, мы там варимся в своем котле. Это наша, так сказать, наша субкультура. Но какого-то яркого такого отторжения к чему-то у меня скорее нет, а у Юрия Дудя присутствует. И так как у него достаточно широкая площадка, он человек уважаемый и принятый, так скажем, принятый гарант правильных смыслов для многих. Это его оценка очень часто является негативной. Вот он меня негативно оценил, и все набежали соглашаться с Юрием, что я там плохой. А вот когда записывалось это? Поэтому у нас возник конфликт. Мы из разных, наверное, хоть мы одного возраста, но мы из разных. Я скорее из андеграундной культуры какой-то, да, рэп, андеграундная среда, а он скорее больше из истеблишмента. Комедийного. Когда записывалось это интервью, он делал интервью, напомню, со Славой КПСС. Сама запись этого интервью была несколько похожа на какое-то такое шоу, потому что это как-то было очень неестественно, что ли, негармонично. Вы со Славой как-то готовились к этому, или так вот само просто получилось, что какой-то конфликт возник, и вот на вопрос. На самом деле все как-то естественно возникло. Возможно, оно возникает, такое чувство из-за монтажа. Как-то конфликт возникает. Это, знаешь, было похоже на классическую запись Sex Pistols на телевидении. Смотрел уже Великобританию. Да, да. Ну, мы специально ничего не готовили. И я уже говорил, ну, могу повторить, что когда я как-то просто, там какая-то заминка в записи была, или уже после, не помню точно, когда я стал просто как обычному человеку Юрию говорить там какие-то свои претензии, или просто какой-то диалог, он сказал, подожди, мы сейчас принесем камеры, и вот. А, и типа, чтобы записать. Ну, я говорю, хорошо, я могу все тоже сказать. То есть, это не имеет значения. Вот, ну, получилось так, как вышло. Ну, я не знаю, все, с нашей стороны все естественно было. Ну, ты никогда не жалешься. Разжигал ли конфликт он специально, спросите его. Ты никогда не жалел, что высказал ему все это публично? Ну, наверное, все-таки сожаление присутствует по части того, что не стоит ввязываться в конфликты в общем. Но, если так произошло, так оно есть. Я свою позицию, может быть, не лучшим образом, но я ее донес, он тоже донес, мы как бы обменялись, разошлись. Ну, лучше, конечно, не ввязываться в конфликты, потому что это как в очереди поругаться, то же самое. С другой стороны, творчество, там, антихайпы твои иногда провокативно, специально нарочито конфликты. Ну, я думаю, хорошо бы было, чтобы именно самотворчество именно песни вот так воспринималось. Но песня, так как имеет достаточно какое-то популярное звучание по своей самой структуре, она звучит очень часто даже, ну, как бы удобоваримо. Там это не считывается очень часто. Поэтому больше освещения получает вот такие конфликты впрямую, чем через песни. Опять же, в одном из своих интервью ты говорил, что ты левак. Мог бы ты конкретизировать, какие у тебя политические взгляды, и можно ли их как-то вообще обозначить? Я говорил старой суперпесни «Я социалист, мне каждый человек дорог». Дорог, так. Да, вот. То есть, ты социалист. Мне кажется, все сейчас люди социалисты. Ну, раскрою это понятие с твоей точки зрения. Ну, в первую очередь, наверное, государство должно полагаться не на рыночные механизмы того, что как-то там все устаканится, а помогать людям. И особенно такое богатое государство, как наше, должно в развитие среды для людей и для создания механизмов для этих людей больше прилагать и вваливать деньги, чем в какие-то там непонятно абстрактные вещи. В принципе, наверное, даже и в космос не стоит летать, пока еще у нас люди недоедают или недообразованы. Вот так вот. Наверное, в этом заключается социализм. То есть, в первую очередь, заботится о людях, о каких-то там больших вещах после того, как все будет хорошо. Вот так вот. Если это можно назвать социализмом, это здравый смысл. Просто. Социалистическое государство хотя бы в названии существовало, ты в нем родился, собственно. Как ты относишься к Советскому Союзу? Было ли это действительно государство социальное? Мне кажется, нет. Я в каждом году все отрицательнее отношусь к Советскому Союзу. Почему? Наверное, Советский Союз был единственным хорошим. Начнем с того, что прожил в Советском Союзе ты сколько лет? Четыре года, пять лет. То есть, если я могу какую-то свою оценку задним числом, дать тебе понятно, что... Я вот не жил, например, но у меня тоже есть отношение к Советскому Союзу, поэтому... Слушайте, ну, социализм. Советский Союз сколько людей погубил? Мне кажется, в первую очередь мы должны посмотреть на это и уже дальше можем разговаривать. А то есть, какой социализм по тебе, например, как в скандинавских странах, где... Социал-демократия. Ну, социал-демократия, да. Очень обеспеченные граждане, очень сильная социальная защита. Если ты даже потерял работу, жилье, что угодно, и спиваешься, то тебе с большей долей вероятности все равно помогут. То есть, ты о таком, видимо, социализме говоришь? Ну, я думаю, что да. А в Скандинавии ты вот где был? Я... Ну, был... Везде. Везде. Ну, где тебе понравилось, по ощущениям? Ну, я не жил там, к сожалению. Я не могу столкнуться с какими-то... Безусловно, там много бюрократии. Нужно знать язык. Там, да, то есть, это не просто кто-то, любой человек там приехал, и все хорошо. Ну, какая сторона лучше выглядит, как для туристов? Норвегия, Швеция, Финляндия. Слушайте, наверное, вот я был в Копенгагене, и выглядит для человека там все максимально приспособлено. То есть, там везде... Ну, это банально, но светофоры с кнопочками, там, да, кто захочет, там, перейдет. У нас тоже есть с кнопочками. Да, только кнопочки не работают, потому что там уже под... Разжигаешь. Да, у нас больше страна, безусловно, большая, там страны маленькие, там мало людей живет. У нас в стране, кстати, не так много людей живет. Не так много людей живет. Но она большая, там какие-то проблемы логистики, проблемы распада, еще чего-то давлеют над ней, исторический опыт негативный, над нашей страной давлеет. Поэтому, ну, я думаю, что нормальные все страны должны ориентироваться на то, как живут в скандинавских странах. Спасибо, на этом мы вынуждены завершить. Напомню, у нас в гостях был Андрей Замай, рэпер, эфир провели я, Иван Штейнер, ты Сергей Кагермазов. До свидания. Спасибо. Все.